Здравствуйте, Рудольф Михайлович. Еще раз. Еще раз здравствуйте. Мы встретились с вами в Израиле, город Хайфа, на чемпионате первенства Европы по борьбе с самбо. И, конечно же, первый вопрос для меня. Вы приехали сюда болеть, смотреть или какие-то вопросы решать? Вы хотите провести какое-то мероприятие в Армамире? Здесь все три составляющие. Болеть, смотреть и, соответственно, готовиться к проведению некоторых своих мероприятий, и не только в Армамире. Здесь у меня все-таки 8 человек, представители Красного края, борются. Они вот сегодня один уже в финале, ну, завтра еще двое, и последний день 5 человек, или завтра 5, у нас последние 3, у нас кадеты 5 человек. То есть все в одном, все в одном. Вы крупный функционер в области самбо, в области вообще спорта в России, в частности и в Краснодарском крае, ну и вообще на мировой арене. Скажите, как вам мероприятие, которое проходит в Израиле, как вам атмосфера в Израиле, сам чемпионат Европы, с точки зрения вашей, ну, профессионального авторитета, как много видавшего чемпионатов человека? Ну, я скажу, на нормальном уровне проходят чемпионаты перенства, и атмосфера очень дружеская. Мы вообще разницу не чувствуем между всеми чемпионатами Европы и мира, которые проходили. В принципе, все, скажем так, в одном ключе. Ну, а организация самих соревнований именно в этом зале, ну, хороший зал, удобный зал, и для спортсмена удобный, и разминочная зона небольшая, для судей удобная, ну, и для нас, для болельщиков тоже, в принципе, всего доброго. Ну, отношения, скажу, организации проводящие, ну, ответственные, ответственные, и, в принципе, скажем так, без внимания никого не оставили, и все вопросы связаны и с проживанием, с питанием, на очень высоком уровне, по крайней мере, там, где российская делегация, все великолепно. Вы наблюдаете, я смотрю, и утренние, и вечерние поединки самбистов, кого-то для себя новых отметили, не только в составе команды FIAS-1, имеется в виду, да, российская команда, но и других команд, каких-то новых звезд, имеется в виду, прошедших чемпионат Европы, мужчин и женщин? Здесь чуть-чуть скажу небольшой негативчик, в чем проблема. Немножко наши такие элитные команды, как вот Грузия, Азербайджан, ну, та же и Армения, чуть-чуть стали слабее. Ну, грузинская команда, которая всегда доминировала, и всегда сконкурировала со сборной командой России, и белорусская команда, которая всегда конкурировала со сборной командой России, чуть слабее стали, и я скажу, что и в возрасте все те ветераны, которые у них, я уже их называю ветеранами, они уже лет 10 одни и те же спортсмены, это, конечно, проблема, проблема этих наших друзей, омолаживания такого, вот как и в России, оно не происходит. Хотя я скажу, что российская команда тоже получилась половина ветераной на чемпионате страны, в принципе, практически во всех весах выиграли кому за 35, и тройку. Здесь тоже надо немножко тревогу бить, хотя у нас очень хорошая молодежная команда, очень хорошая команда юношеская, она техничная. Вот это я хочу отметить, что, да, российская команда, вот я смотрел все дни, она намного надежнее, и намного техничнее, бросковее, а вот наши друзья немножко подздали. Ну, выводы надо делать, заниматься, заниматься обязательно подрастающим поколением. Хочу вернуться в ваш родной город Армавир, и чтобы вы поделились новостями, которые у вас есть в Армавире, в Краснодарском крае, как идет развитие самбо? Если скажу, что хорошо, то ничего не скажу. Ну, во-первых, у нас сейчас уже 5 спортивных залов, 3 из них, которые комплексы. У нас в прошлом году, в ноябре, сдали новый дворец самбо и дзюдо, 2500 квадратных метров, 4 ковра, прекрасные раздевалки, вообще сама территория и парковочная зона огромная. То есть вот это новый дворец самбо построен еще один, к тому, который был 4 года, 5 лет назад построен. Ну, а так еще, естественно, немножко обнаглели, и уже, да, тот зал, который мы считаем самый намоленный на местокомбинате, на Лавриненко, мы там всю территорию обновили в этом году и сделали новые футбольные два поля искусственные, великолепные, скажу. Ну, в крае таких, по-моему, нет полей, ну, и в Россию. Теннисный порт, варкад, площадку, уличные тренажеры, тортановая дорожка, 115 метров, как раз для сдачи норматив по федеральным стандартам. То есть там сейчас настолько все красиво, это буквально мы вот в декабре, в конце декабря завершили работу. Сейчас мы уже пожинаем плоды. Там летний период для наших детей, он вообще будет идеальный, особенно там, в Минскобинате. То есть все базовая составляющая, я считаю, одна из лучших в России. Ну и, соответственно, тренеры у нас в этом отношении тоже всегда аквелленные. И в этом году Армавер, ну, Краснодарский край, краевая школа – это в Армавере. Мы выиграли практически все возраста России, и кадетов, и юношей, и молодежи мы вторыми. Под Зюдо мы выиграли чемпионат России, и Краснодарский край, шесть финалистов, с юношами мы выиграли Россию, молодежи. То есть все, и вот сейчас, кстати, в Армавере вот сегодня проходит юг России до 13 лет. И вот мне уже скинули, вот так я потихоньку посмотрю в прямой трансляции. 47 участников. Краевые соревнования, этот возраст меньше 600 у нас не бывает. Но база помогает и, соответственно, способствует тому, что мы можем такие массы за два дня пропускать участников соревнований. То есть все отлично, все идет прекрасно. Мы вот буквально неделю назад выиграли южную зону Лига Энерджи в Зюдо. До 13 лет мы сейчас на финале. Я думаю, что мы претенденты. По самбо мы готовимся. Сейчас будем проводить в мае два больших мероприятия. Одно будет, это турнир на призы губернатора, который проводит отечество. Это клуб отечества питерский. Это будет Динской, где построен дворец самбо. Больше миллиарда смертная стоимость. Там три этажа и прекрасные залы. Все, о чем можно мечтать, там это все есть. Вот мы как раз в Динской проведем. А в июне гран-при, который будет в Краснодаре. Тоже у нас губернатор. Он, конечно, сам уделяет огромное внимание. И вот гран-при хорошим призовым фондом будет в Краснодаре. Это в июне, 24-25 июня мероприятие пройдет. 7 весовых категорий спортивного самбо, 7 весовых категорий боевого самбо. По 8 человек в каждом весе. 4 это сборная России, 4 это иностранные спортсмены. Ну и вот это тоже мероприятие мы уже готовим. Я как раз хотел спросить о планах, но вы уже о них рассказали. Ну, это очень радует, что развивается самбо в Краснодарском крае. И я думаю, что никому не секрет будет, что, конечно же, ваши усилия и вклад, которые вы внесли, и Армавирская школа самбо, она, конечно, дает свои плоды. Не только в регионе, в Краснодарском, но и на всей территории России развивается самбо семимильными шагами. И, как вы говорите, есть обновление команд молодежных и во взрослые команды. И в заключение нашей беседы я хотел бы попросить вас, чтобы вы пожелали что-то молодым самбистам, не только Российской Федерации, но вообще самбистам всего мира. Я, самое главное, я всегда всем говорю, быть уверен в себе, всегда считать себя личностью. И всегда говорю, хотите увидеть чемпиона мира или чемпиона Олимпийских игр, посмотрите в зеркало. Все в ваших руках, не боги горшки обжигают. Должен верить в себя, быть личностью. И тогда, так сказать, любые высоты, они преодолимы. Вера в себя, вера в себя, уверенность в себя. Ну вот, уважаемые зрители, вы услышали наставление от Рудольфа Михайловича Бабаяна. Посмотрите в зеркало, и вы увидите там Олимпийского чемпиона или чемпиона мира. Рудольф Михайлович, спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Всегда с удовольствием. Надеемся, что еще увидимся с вами у вас в Армавире или на аренах спортивных площадок. Обязательно. В Армавире очень много будет. И, кстати, в следующем году Петерсо России до 16 лет по самбо в Армавире. А в этом году, кстати, будет и Петерсо России до 13 лет в Зюдо в Армавире в мае месяце. То есть мероприятий много, мы всегда ждем. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова